современные герои в классическом сюжете такова тема нашего сегодняшнего разговора обеседовать мы будем о фильме дубровский меня в гостях игорь гордин который исполнил одну из главных ролей в этом фильме добрый вечер добрый вечер игорь когда вообще речь идет об экранизациях всегда вспоминают оригинал вот вы я так понимаю один из немногих актеров в этом фильме кто оригинал прочитал после того как ознакомился с сценарем перечитал вернее так скажем потому что режиссер как раз акцентировал на том что он не захотел перечитывать пушкина чтобы вот не погружаться в атмосферу оригинала но чтобы сохранить свою интонацию какую-то режиссерская какая интонация вашего персонажа потому что ваш персонаж как раз это нечто новое да но это не совсем новое просто объединение нескольких персонажей да там есть у пушкина князь верейский старый пожилой князь за которого маша выходит замуж конкурент до главного героя да и есть управляющий имением по моему ганин здесь они объединены в одного персонажа по фамилии ганин который коррупционер бла-бла-бла-бла который до совершенно совершенно главные мерзавец и подонок в этом в этой экранизации в случае точно как вам работалось прекрасно у нас была прекрасная команда растянулась на несколько лет в результате этот процесс потому что мы начинали снимать с одним режиссером фильм с кем был кирилл механовский такой режиссер который приехал из америки и там работает и там снимает и его позвали он начал снимать но мы не успели снять там зима зимняя натура и не успели мы снять и даня козловский ушел исполнитель главной роли дубров забросов да он ушел как раз на лед играть харламова в легендерном 17 и все это вот мы там сняли полторы серии сериала и это все изначально планировал сериал в результате получился просто по полный метр причем я так понимаю что за кадрами этого полного метра вернее за рамками полного метра остались очень многие вещи которые как бы отсылали именно пушкину допустим там катание на важная вещь охота на медведя она осталась она осталась там вообще весь сюжет пушкинский сохранен там не расскажешь что оператор ходил с томиком пушкина в отличие от режиссера и все по сюжетной линии сохранено абсолютно там есть предыстория дубровского в сериале потому что он приезжает из москвы и там бизнесменом трудится банка банкир по моему вот по по сюжету у него есть драматическая история в первой серии когда он вынужден делать нравственный выбор в первой условной серии пошли все-таки сериал на ее нету нам вот эта история вообще поэтому в кино все немножко сжато немножко может быть не хватает завязки там пришлось чем-то жертвовать чтобы это вот ужать в два часа три с половиной часа материала два часа спрессовали поэтому мне кажется что это все-таки на телевидении должны иметь другой немножко эффект нежели наверняка таки будет если когда мы сериал увидим мы раз про животных как-то заговорили про охоту на медведя у нас вот у нас тоже есть вот охотницы это девочка да девочка которая зовут как красотка красотка спасибо вот у нас есть такая традиция мы вот красоток красавцев пристраиваем зрителям вот я вам не предлагаю по швазу уже есть у нас есть один уже представитель семейства а вот вы сказали у нас а мне интересно потому что когда мы до эфира с вами беседовали в гостевой вы сказали у меня я так вот подумал сказали у меня есть код и я так подумал вот значит вы вот хозяин да нет я не хозяин у нас хозяин сын а он только его признает он его встречает и провожает из школы хотя кормит кормим его мы с юлей а хозяином он признает сына ну я так все-таки для тех кто не в курсе скажу юлия это юлия меньшова которая собственно хозяйка хозяйка кота и жена 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 ваша жена и мать сына и таисии сына андрея и дочери таисии вы кстати учитывая что у вас в общем-то вы не из кинематографической семьи но супруга ваша из легендарной совершенно на кинематографической семьи вы допустим свою работу над тем же дубровским обсуждали с кем я не знаю с тестем с женой нет нет ничего не видели по моему но они но они вот как когда вы там допустим вы же сразу согласились на роль или нет или вы вам предлагают вы думаете советуетесь как вообще это происходит у вас в семье ну я могу посоветоваться с женой обычно конечно из того что предлагают ты в общем понимаешь уровень материала то есть там наверно в ситком я бы не пошел и какой-то 120 серийный проект тоже с трудом бы я влез есть просто неинтересные истории очень слабые литературно а тут материал но пушкина в общем грех отказаться и написано это талантливыми людьми потому что то как они сочинили это перенесли на современную пусть у меня не вызывало никаких вопросов на самом деле я бросился действительно читать пушкина пытаясь понять что неужели все так было написано что так 200 лет назад так и было да вот к сожалению за 200 лет мало что поменялось но в оригинале дубровский там поднимает бунт организовывает там вооруженные сопротивления в вашей ренте то же самое все я сказал что все по пушкину так значит там есть четкий политический контекст ну в общем да да там народ выходит против власти скажем да 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 есть какой-то ваш персонаж он коррупционер из он чиновник это обл природнадзор такая самая коррупционная часть чиновничества когда ты владеешь землей и можешь ею всегда приторговать это такая большая власть и большие деньги и большие возможности кстати я посмотрел вашу фильмографию вы прям из года в вас прям четко по три фильма в год было вот дадить до десятого года и потом вдруг или это просто не полная там фильмография по одному фильму в год вдруг как-то вы стали меньше сниматься это с чем-то связано меньше предложений просто эти фильмы задерживаются не выходит на экран на самом деле в этом году я впервые попал на кинофестиваль как уже как киноактер и у меня сразу было на фестивале три фильма так и все место как как тему я говорю да это случайность это совпадение какой фестиваль какие-то был фестиваль в выборге окно в европу так на котором был фильм дубровский как фильм закрытие был фильм алены звонцовой московские сумерки который получил гран-при зрительских симпатий там и был фильм собачий рай по сценарию до башьяна вот тут как-то поэтому вот вы говорите что нету фильмов а в результате три фильма значит лишь приехали на кинофестиваль ну я действительно не так чтобы я много работаю а в театре в театре гораздо больше конечно тем более что у меня три театра в трех пытаюсь успевать работать огласите пожалуйста есть весы как же у меня есть база это московский театр юного зрителя я работаю уже 20 лет есть театр нации под руководством евгения миронова где у меня два спектакля есть театр мастерская петра фоменко где я играю пять вечеров вот против интересно в одном из ваших интервью вы употребили такой термин как тюзовщина это не мой термин это то что взять он он прозвучал из вашего тюзятина тюзятина да что вкладывается в в это слово вот что вы вкладываете когда вы но это когда играют в поддавки со зрителем когда пытаются сюсюкать со зрителем когда играют для детей как для детей и пытаются изображать из себя девочек и мальчиков в розовых тонах мне кажется что с детским зрителем надо разговаривать в общем как со как со взрослыми вас получается но я очень мало играю для для детского зрителя не в основном спектакль для взрослых да вы кстати ведь познакомились с вашей супругой силе именно на спектакль то есть она с приятельницами пришла на спектакль была очарованная поражена бла-бла-бла все это значит как-то вот закончилось как фильме так скажем у нас вообще зрители часто удивляются попадая в тюз ну не оказывается это в тюзе такие спектакли идут многие возмущаются что как это детям показывают такие спектакли да дети еще не доросли не не могут с ними надо что-то какие-то сказки им рассказывать на самом деле есть спектакли для детей у нас достаточно большое количество для детского зрителя а есть спектакли которые для всех они не для взрослых фильм дубровский он для какой возрастной группы какой ценз вот вы для себя не не по задумке авторов как вы считаете вот я думаю что он может и не может смотреть эту ленту может смотреть это любой хотя я сейчас понимаю что фигура козловского сейчас является привлекательной для девочек подростков он такие такой сейчас супер не только для девочек подростков но и для определенной категории мальчиков как вы в такой вот герой номер один вырос него хотя я то считаю что этот фильм в общем для всех возрастов и чем старше летим люди тем они наверно найдут что-то свое потому что там любовная история не является главной есть какие-то социальные но она и пушкина не была главная мне кажется ну у нас то и ощущение может читаем это в шестом классе в пятом классе больше редко возвращаемся к дубровскому особенности евгений и нам еще перечитываем от вы дубровского помним тихом спокойно машли дубровский это вот я помним из этого там продупло еще да да поэтому а на самом деле такая абсолютно российской русская история это что это вот понесено в современность я думаю что для более старшего зрителя это будет тоже интересно чем она русская они европейской скажем вы считаете что такая история не могла бы приключиться и даже не про не говорю не про 19 века про современные не могла приключиться какой-то другой европейской допустим стране нет нет потому что потому что в европе давно закон это главное мне кажется это иллюзия да ну я нет нет я и маму мне кажется что там как-то пытаются все-таки придерживаться каких-то там вот нельзя прийти и забрать землю в суде выиграв дело идите сказать вот ваш дом он должен быть снесен а у нас вот можно может может снести целый поселок речник при том что там рядом могут находиться вы считаете что рейдерство это такой вот просто наш формат абсолютно мне кажется что в европе сложно там надо пройти кучу инстанций судов чтобы чего-то добиться а у нас главенство скажем личное человеческое над законом пока существует пока его ну если у человека есть власть и деньги то все мне бы не просто показал что там европа нам демонстрировала пример относить недавно когда просто не то что усадьба целыми регионами и странами в общем как это принято назвать отжималась но мы сейчас просто далеко от дубровскому не будем сильно углубляться но факты вот современного рейдер а вообще берите русский характер вы считаете что русские это люди особенные или вы как там андрей кончаловский считаете что мы просто потерявшиеся где-то европейцы или вы как его сын и вор считаете что мы азиат на самом деле нет вот как бы я так понимаю что как раз особенность русского характера она есть и это вот сочетание азиатского и европейского и это постоянная борьба и перетягивания вот это вот нахождение между это что это громадная территория россии находится вот вот эти пространства и поля они откладывают я думаю отпечаток на русского человека вернемся к детям скажите андрей игоревич и таисия игоревна они будут смотреть этот фильм и смотрел а не смотрел и не смотрел он попал выбрать но он с интересом отнес то есть он хотел бы посмотреть хотя у него скептическое отношение к русскому кино вообще странно учитывая вообще кто у него где дедушка дам уж другую время они имеет возможность сейчас все подростки смотреть в компьютере америка ну и в кино в кинотеатрах кино американское сериалы американский поэтому качество не всегда в пользу российского кино скажем так поэтому иногда его удается вытащить на наше кино и он как-то легенда номер 17 он вполне хорошо отнесся и иограф глобус пропил он тоже хорошо воспринял но это стоит усилий чтобы его убедить сходить на наше какое-то кино а что-нибудь из того что дети смотрят вы с ними смотрите то есть понятно что на легенду номер семнадцать вы повели там дедушку снимался да там где-то снимала дедушка это просто мастер обязаны были а вот вы ходите с с ними на их кино ну мы как родители в общем если говорить о детском кино туда и регулярно начиная вот как андрей начал расти все мультфильмы которые выходят мы регулярно они ходят же сами потом часто мы можем мы не часто но бывает что выдается такое время когда там мы можем уехать на отдых и вот мы сейчас недавно на новый год были в риге когда вы говорите мы вы имеете семья цель наша семья да вся семья мы были в риге и там был день шерлока холмса празднует в риге потому что мы были съемки но в общем они решили сделать такой праздник и мы походили там по местам съемок и и экскурсии какие-то и пришли домой включили сериал шерлок холмс наш который начислина с ливановым и соломиным и вот три дня мы каждый вечер сидели и смотрели шерлока холмса с большим удовольствием мы это делали часто да и юля ходит с андреем если он ее позовет он много ходит в кино он очень интересуется современном кино он в курсе всех новинок и он он нам советуют уже на что сходить что вот этот это обязательно посмотреть авторитет в этом смысле визировал с вашей супругой она сказала что она обязательно во всех контрактах прописывает дни рождения детей там ваш вообще семейные семейные праздники у вас это тоже существенный элемент в ваших взаимоотношений с работодателем или это только вот такая женская история нет я стараюсь конечно освобождаться но это не всегда я это в контракт не в нашу потому что с днями рождения тяжело потому что может быть в один день опразднования будет в другой какой из дней освобождать всегда сложно так как три театра совместить по планам тоже по графикам сложно поэтому я стараюсь если это есть возможность сделать но это скорее до материнская такой приоритет смотрите самым известным фильме вашего тестья если вообще не самым известным отечественным фильме паспасы слезам не верят там вот этот момент прописан отношения социума и отношения там главных героев потому что социальный статус супруги который кстати ваша теща играла и и и значит вот как бы возлюбленного вас расстраивает что вы как бы для многих являетесь мужем юлии меньшовой то есть то что ваша супруга гораздо более известна ну не в среде хотя бы скажем а вот народе ну да в народе действительно так но я уже с этим скоро там 15 лет с этим живу до 18 лет уже с этим живу и естественно что если я буду все время по этому поводу печалиться и комплексовать было бы несложно поэтому я уже с этим свыкся что меня и похоронят и напишут на могиле муж меньшовой но я-то считаю что там для народа да это так в своей области скажем в области в актерской среде в театральной среде я имею свою репутацию свой вес как вам кстати вы спрашивали как кошки ведут у нас в эфир я поражен да я поражен забирайте мы уже поразили гостя это это важно надеюсь что эти зрители тоже поражен вот мы кошку отдаем а с вами мы начинаем играть эта игра в правду в оригинальной на французской игра гошу курценко нас научила не играть очень просто все здесь есть фишки четырех цветов и соответственно карточки таких же цветов на карточках написаны вопросы вы вытягиваете фишку соответствующего цвета выбираете карточку и зачитываете вопросы вопросы делятся они на них неловкие это желтые карточки откровенные красные голубые на подумать и белый это свободный вопрос это я что-то буду придумывать готовы да да там давай так да поиграем это желтая желтая пресса опять что-то про юлю буду спрашивать не знаю вопросы французские как я уже сказал неловкий вопрос на каком документе вы подделывали подпись начальника кто у вас начальник вообще на каком документе не подделал подпись начальник но может начальник мой генерет наумно-яновская художественный руководитель но не приходилось мне подделывать а даже не знаю какой у него как у него в дневнике отметки не приходилось никогда подправлять в школьные годы наверное да мы будем считать что это подделка это что белый это свободный вопрос да там нет никакого вопроса пока это вот на самом деле я должен был задать вопрос на я просто вот вам выберу ручку на подумать подумать гласовский вопрос если у вас есть ли у вас сейчас долг который вы на самом деле не планируете отдавать нет ну все вот я как-то так по жизни у меня принцип не брать в долг и никаких то есть если это говорить о деньгах на самом деле если говорить о каком-то другом есть родительский долг нету целый есть палитра семейных семейных обязательств семейных обязательств да так чтобы я не планировал давать вряд ли а есть вообще долги то как для себя считаете по своим ощущениям ну я думаю что есть потому что они есть перед родителями перед моими которые я должен вот они к сожалению живут в Петербурге я в Москве я пытаюсь регулярно помогать им по мере возможности но это такой вот из какой они среды они не имеют никакого отношения к богеме не имеют нет они инженеры ядерщики в том нет 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 вы же вы же вы я был ядерщик вы были ядерщик если должны так назвать нет нет у меня отец заканчивал он работал в оптическом институте заканчивал ЛИДМО мама у меня заканчивала ИМИАС она работала тоже переводчиком техническим вот поэтому внука и внучку как часто они видят? ну не часто последний раз когда видели? последний раз мы были наверное мы были прошлой весной на каникулах мы приезжали год назад а со звездными родителями вашей супруги они как-то в коммуникации находятся? нет мы все таки знакомые параллельные меры они совершенно в разных областях последний красного у нас еще не было? а я положил обратно все фишечки опять же снова желтый 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 хорошо такова доля вам случалось бы обсуждать фильм книгу которую вы на самом деле ни разу не читали не смотрели? что это было? я что-то не могу припомнить я вообще редко пропускаюсь в рассуждение о том что я не знаю и не смотрел и не читал поэтому нет ну что а я сегодня беседовал о фильме который я не видел вот ну книгу я читал о фильме я обязательно посмотрю вам тоже советую я думаю что еще мы вернемся к разговору об этой ленте после то есть не заграждайте спасибо 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 вам спасибо 還是 взять разве произошло сегодня cape это г кто это relax им и